В Жамбулском регионе нет больших мастерских по изготовлению такого национального инструмента, как дамбрам, но есть своего рода приверженцы национальных ценностей в сельских населенных пунктах. К примеру, в Байзахском районе два местных жителя четыре месяца назад открыли свой маленький цех. На сегодня они изготовили уже около 200 казахских музыкальных инструментов, реализуют их у себя в области, бывает и за ее пределы отправляют. Наши корреспонденты побывали в мастерской и познакомились с местными умельцами. Такое искусство изготовления казахских национальных инструментов завез в Жамбулскую область Санат Цагандыков. До этого он несколько лет проработал в мастерской Южной столицы, подтянул к этому делу и своего друга. Если все и дальше пойдет так благоприятно, говорят они, то мы намерены открыть в будущем и свой собственный магазин по продаже музыкальных инструментов. Да, есть у нас мечта – расширить собственное производство, затем открыть большой магазин. Уверены, что спрос на наш товар будет неплохой. Этот кюй в собственном исполнении Алмаса Байжанова, хотя и не назовешь шедевром, но он идет из глубины его души и сердца. Мастер говорит, что хотя домбра и благозвучный на слух инструмент, но изготовить его стоит немалых трудов. Бывает, одну домбру делаем целую неделю, а если ее мастерить, не вкладывая частичку своей души и прекрасных ее порывов, то инструмент выйдет так себе, без особого звучания и трепета. Потому необходимо в каждое изделие вкладываться по полной и не филонить, говорит он. Высокая температура для домбры не годится, она портит звучание и голос самого инструмента. И после его изготовления ее не сразу пускаешь в продажу. Он должен, как говорится, отлежаться. Необходимое сырье и материалы народные умельцы приводят из Алматы. Среди них есть и орех, и дуб, и береза, и даже красное дерево. И цена готового к реализации музыкального инструмента разная, зависит от вида дерева. И труда требует, собственно, немалого. Приходится работать порой и по 10 часов в сутки, не разгибая спины. Но все оправдывает их мечта и желание донести до сегодняшних поколений всю красоту и глубину любимого казахского музыкального инструмента. Возрождать национальные ценности, способствуя таким образом духовному развитию нации.